Лидер израильской оппозиции призвал премьер-министра уйти в отставку. Глава партии Ешатид Яир Лапид заявил, что Бениамину Натаньягу в свете серьезных уголовных обвинений стоит продемонстрировать ответственность и добровольно оставить пост. Сам же Натаньягу называет подозрения в коррупции безосновательными и обещает продолжить работу на благо израильских граждан. К чему приведет политический кризис в еврейском государстве, расскажет шеф Ближневосточного бюро РТВА Евгений Сова. Израильские политики бурно комментируют публикацию рекомендаций полиции сразу по двум делам, в которых подозреваемым проходит премьер-министр страны Бениамин Натаньягу. Ну начнем с оппозиции. Там заявляют, что премьер-министр должен немедленно уйти со своего поста. Те обвинения, те подозрения, которые были озвучены полицией, настолько серьезные, что Бениамин Натаньягу не должен дожидаться окончательного решения юридического советника или суда, а должен уже сейчас заявить о прекращении и осложении своих полномочий в качестве премьер-министра. В коалиции ситуация совершенно иная. Коалиционные партнеры Бениамина Натаньягу пока поддерживают его. Начнем с министра обороны Виктора Либермана, который сам много лет находился под следствием, и в итоге дело было закрыто. Сегодня Либерман говорит, что Натаньягу должен оставаться премьер-министром, пока не будет окончательного судебного решения по этим двум делам. Министр финансов Моша Кахлон также поддержал премьер-министра, при этом призвал все же политиков меньше нападать на полицию и на судебную систему, хотя, по его мнению, нет никаких причин сейчас выходить из правительства. Кроме этого, министр просвещения Нафтали Беннетт с одной стороны поддерживает премьер-министра, говорит о презумпции невиновности, с другой стороны, сегодня утром он заявил, что подарки, которые получал премьер-министр, это нехорошо, это не должно быть нормой, тем более премьер-министр это пример для подражания не только для политиков, но и для всех граждан страны. Сам же Беннемин Танягу продолжает отрицать, он говорит, что все нападки против него вымышлены. Вот что он заявил сегодня утром, комментируя рекомендации полиции. После того, как я прочитал отчет о рекомендациях, могу сказать, что это тенденциозный, радикальный документ. Он дырявый, как швейцарский сыр. Во-первых, он игнорирует и размывает понятия очень близких дружеских отношений, которые есть более 20 лет между Арноном Милчаном и мной, и между нашими семьями. Дружбы, в которой, кстати, были обоюдные подарки, еще когда я был частным лицом, еще задолго доступления в должность премьер-министра. Во-вторых, суммы подарков сильно раздуты. Именно поэтому я уверен, как был уверен всегда, что ничего не изменилось, это дело рассыпается, и скоро все узнают настоящую правду. Надо сказать, что многие в Израиле полагают, что этой линии Бенеми Нетанягу будет придерживаться вплоть до решения Авихая Мандельблита, юридического советника правительства. Это, по всей видимости, ему посоветовали его окружение, его советники. Конечно же, не все довольны таким поведением Нетанягу. Многие говорят, что он должен подавать пример и не нападать постоянно на полицию, тем более, что полиция делает свое дело. Но с точки зрения Нетанягу, это не первый раз, когда его пытаются свалить. Причем свалить вот таким, по его мнению, незаконным методом. Поэтому можно предположить, что в ближайшие месяцы, а именно столько времени займет обсуждение этого дела в канцелярии юридического советника, Бенемин Нетанягу будет продолжать говорить, что все это нападки на него, ничего не было и ничего не будет. Евгений Сова, Владимир Плоткий, Ближневосточное бюро РТВА, Израиль.